Здравствуйте, с вами Engelmann Teufel. Вы смотрите еженедельный обзор немецких СМИ де-фактор. Что на этой неделе у нас в Германии сообщали о России? С находящимися в заключении девушками из Пуссирая в России означает непрямой выпад против президента Владимира Путина. Предполагается, что именно он стоит за приговором, вынесенным участницам панк-группы, известной своим критическим отношением к российским властям, указывает автор статьи. Интернет-сайт телеканала Н24 также отмечает смелость Эльмира Абдразаковой. Крайне редко знаменитости в России осмеливаются публично выступать против всемогущего и всесильного президента, отмечает телеканал. Кремль придает суду мертвых. Под таким заголовком на интернет-сайте телеканала НТФАУ была опубликована статья об уголовном деле в отношении Сергея Магнитского. Официально умершего в СИЗО юриста обвиняют в уклонении от уплаты налогов, однако подоплека этого дела сугубо политическая, уверен телеканал. Комментатор НТФАУ рассказывает о родственниках умершего, которые отказались участвовать в процессе и обвинили власти в нарушениях прав человека. Адвокаты семьи погибшего назвали суд незаконным, ведь даже в России, говорится в статье, обвиняемые имеют право защищать себя сами. Газета «Зю Дойче Цайдонг» посвятила большую статью празднованию Международного женского дня в России. Этому празднику удалось перекочевать из Советского Союза в постсоветскую Россию. Вот только от первоначального социалистического замысла в нем мало что осталось, пишет журналист издания Хана Байцар. Она отмечает, что о борьбе за равноправие речь уже давно не идет. 8 марта превратилась в смесь Дня Святого Валентина и Дня Матери. Самая горячая пора для всех, кто продает цветы, уродливые плюшевые игрушки и открытки, иронизирует «Зю Дойче Цайдонг». На этом у меня все. Дефактор следит за развитием событий. Всего вам доброго.